Добрый день, дорогие друзья! Рады всех приветствовать в Красноярске, где буквально через 5 минут, уже чуть меньше остается, до начала очередного матча Алимбет чемпионата молодежной хоккейной лиги. Понимают красноярские руси сегодня своих конкурентов в турнирной таблице дивизиона Серебряной Восточной конференции. Команду «Сармат» из Оренбурга, которая проводит свои матчи в Орске и является частью системы клуба «Южный Урал». Ну а красноярские рыси – это система красноярского «Стокола». Сегодня и завтра, я думаю, мы увидим с вами по-настоящему боевой интересный хоккей, несмотря на то, что играют команды, потерявшие, наверное, шансы на продолжение сезона после регулярного чемпионата. Рысям нужно, конечно, очень сосредоточенно, очень слаженно действовать. Сегодня «Сармат» набрали ход, явно 4 очка в 4 матчах против непростых соперников. Через Волкова обыгрался, Волков хорошую передачу и здесь здорово! Ну что же такое? Не забивает Владислав Федоров, не обыгрывает вратаря. Вроде бы все делал правильно, уже Ченцов вот так распластался практически на льду Швайковский. Классную передачу отдал. От синей линии следует бросок на брос такой, на ворота. И защита здесь бессильна. Тут вот эта тройка – Рвачок, Волоков и Разумняк – буквально разрывали оборону Рыси. Никита Подлягин не позволил себя в итоге пробить. Дементьев прокатился за воротами, отдал хорошую передачу. Бросок защитника, добивание и 1-0. 1-0. Выходят вперед Рыси за 2.44 до конца первого периода. Владислав Федоров не забил он после передачи Швайковского, не смог переиграть Ченцова. А вот сейчас смог добить. Посмотрим. Дементьев отдавал передачу защитнику. Далее. Вот здесь Швайковский шайбу отобрал. Это тот момент, когда он выкатывался на пятачок и его останавливали всяческими там приемами. А вот это момент, когда, по-моему, Грень. Да, Грень атаковал, шайба заметалась так на пятачке и Федоров ее подхватил. Вот тут уже шансов вратарю Владислав не оставил. 1-0. Рыси выходят вперед. Звучит сирена. Ну что ж, будет удаление, кстати. Еще и будет удаление в составе Сарматов, но это уже во втором периоде будет. За толчок соперника на борт Егор Леушин удален. Федоров на синюю линию. Фрейр не бросает, возвращает Федорову. И еще одно удаление будет в составе Сарматов. Нужно быстро им шайбу адресовать. И более того, смотрите, ускоряется и принимает шайбу. Забирает шайбу Илья Бобрешов и даже выскакивает один на один. Атакует ворота Подлягина. Пробить его не смог. Вот это был бы номер. Забей Сарматы втроем против пятерых. Сарматы заходят в зону своих соперников. Передача, которую не принимает центр-форвард. А здесь момент. Есть еще одна возможность бросить. И все-таки добиваются своего Сарматы. При этом Иванов еще держится за лицо. Егор Иванов. Поднята вверх рука арбитра. Шайба будет засчитана. И может быть еще и удаление. Смотрим, кто же бросал. Бросал сначала Павел Мешков. Иванов добавлял и пробил таки Никиту Подлягина. Ну а далее смотрим, что у нас там было. Вот Иванов заталкивает шайбу. И далее Иван Далавых бьет рукой в лицо. Так или иначе счет сравнивается. 1-1. Добились своего Сарматы. Выстояли они втроем против пятерых. Но затем так взвинтили темп и усилили давление. Что не выдержало обороны красноярских рейсов. Сумели Сарматы отыграться. И на этом опять как отрезало у обеих команд. Нет заброшенных шайб. Есть опасные подходы. Подляги. Ну ой-ой-ой. Только я сказал, что нет заброшенных шайб. Как она случилась. Это Андрей Мартынов. Капитан команды. Но здесь уже растерзали оборону Сарматов Рыси. Классная передача. Бросок в касание. Капитан выводит Рыси вперед. Капитан Роман Малков. Экс-капитан. Вновь капитанская повязка перекочевала. На этот раз к Малкову. Вернулась она к нему. Сарматы отвоевали шайбу в чужой зоне. Передача на дальнюю штангу. И здесь кто ошибся. Ошибся Подлягин. Судя по всему. Как-то из-под него выскользнула шайба. И напротив пустых ворот. Наказался один игрок Оренбуржцев. А, ну там подставил клюшку. И, по-моему, шайба сразу же вошла в ворота после подставления Ильи Свириденко. А если и не пересекла линию ворот, то затем отскочила она прямо на клюшку 15 номеру Сарматов. И для уверенности еще раз он послал ее в ворот. Ну что ж, Сарматы во второй раз сравнивают результат. Илья Свириденко становится. Рысь и шайбу забирают. Бегаев несется вперед. Хороший момент. И третий гол в воротах. Третья шайба в воротах Сарматов. Очередная атака с ходу, которую начал Бегаев. Но и там серия добиваний. И кто в итоге протолкнул эту шайбу в воротах. Посмотрим на повторе. Вот Бегаев входит, оставляет налево на Савко. Делает передачу. Гордей Маслов шайбы касается, но бросает Малков. И Роман Малков становится автором заброшенной шайбы. Поскольку ни Бегаев, ни Маслов больше этой шайбы не касаются. Вбрасывание в средней зоне тоже очень важное. Ворота по-прежнему пустые. Выигрывает это вбрасывание нападающей Рысей. Но момент сейчас у Сарматов. Подлягин клюшкой своевременно действует. Последние секунды. Шайба за воротами Рысей. Подлягин последний голевой момент нейтрализует. Вылетает шайба из зоны красноярцев. И скорее всего это победа. Две секунды одна. И удается еще и забросить по-моему. Успели или нет? Нет. Судя по всему не засчитана эта шайба. Или будет она все-таки засчитана? Сейчас в любом случае это победа красноярских Рысей в основное время. Вопрос только в том, с каким счетом. 3-2 или 4-2. Не меняется счет. Но будем поздравлять красноярских Рысей с победой. В основное время вновь они обходят Сарматов. Продолжение следует.